В рамках государственной программы инфраструктурного развития Нурлужол на 2015-2019 годы предусмотрена реализация 17 проектов, из них 16 проектов транспортно-логистической системы, а также один проект по вопросам кредитного жилья и защиты долевых вкладов. На реализацию данных проектов в рамках Нурлужол в 2016 году выделено 349,8 млрд тенге, из них из Национального фонда 171,3 млрд тенге, на сегодняшний день освоение составило 165,9 млрд тенге, из них из Национального фонда 73 млрд тенге, необходимо освоить в целом Национальный фонд и бюджет 183,9 млрд тенге, из них Национальный фонд составляет почти 98 млрд тенге. Разрешите подробно остановиться на проектах в рамках Нурлужол. Бюджет автодорожных проектов на 2016 год составляет 329,8 млрд тенге, 100% освоение от плана финансирования, с февраля по июль текущего года освоено 145,8 млрд тенге, это 44% от общего объема, это объясняется тем, что основные дорогие работы будут актироваться именно сентябрь, октябрь, ноябрь месяц этого года. Первый проект Западная Европа, Западный Китай, с начала реализации проекта завершены работы на дорогах протяженностью 2028 км, открытое движение на участках от Шимкента до границы с Российской Федерацией, а также Тарас-Алмата. Бюджет 2016 года 134,2 млрд тенге, из них займы 116 млрд, и софинансирование из республиканского бюджета 18,1 млрд тенге. Работы продолжаются на участках Алматы-Харгос 304 км, Шимкент-Ташкент 100 км, а также Шимкент-Граница Джамбулской области 81 км. Все три участка будут полностью завершены в текущем году, и мы даем проезд полностью от границы Китая до границы Российской Федерации через Алматинскую, Джамбулскую, Южно-Казахстанскую, Казлардинскую и Актюбинскую области. Следующий проект Центр-Юг, Астана-Алмата. Работы по данному направлению начаты в 2013 году на участках Астана-Темртау 171 км и Алматы-Хапшигай 104 км. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 12 км участка Астана-Темртау и 72 км участка Алматы-Хапшигай. Оба проекта в этом году завершаются, полностью проезд и обустройство будет обеспечено в текущем году. Финансирование участков от Темртау, Далин, Караганда, Бурлбайтал, Курта-Хапшигай, 1013 км, будут осуществляться за счет займов Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Строительные работы планируется начать в 2017 году. Полное завершение проекта в рамках программы Нурлжол 2021 год. Проект Центр-Восток, Астана-Воскемень. Работы по данному маршруту ведутся с 2013 года на участках Астана-Павлодар, а также Павлодар семей Халбатау. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 218 км, из них Астана-Павлодар 47, Павлодар семей Халбатау 171 км. Бюджет 2016 года 60 млрд 500 млн тенге. Освоение идет также согласно плана финансирования. Мы планируем по итогам года открыть проезд в одном направлении на протяженности 200 км на участке Астана-Павлодар и завершить строительство мостового перехода через реку Вертыш. Вы в субботу были на этом объекте. Реконструкция участка Халбатау-Уискемень, 102 км, планируется начать в 2017 году, полное завершение проекта 2020 год. Проблемным участком был именно Астана-Павлодар. На этот год мы решили, что завершающиеся объекты будут Астана-Тимыртау и Копчегай, и финансированные в основном давали на эти два проекта. В следующем году мы планируем в рамках уже утвержденных лимитов на 2017 год завершить и Павлодарскую дорогу. Проект «Центр-Запад» Астана-Ахтюбе-Атрав-Ахтав. Работы ведутся на участке Бейнев-Ахтав. В этом году завершается проект. В 2014 году было открыто движение на протяженности 200 км. В текущем году выделено 38,5 млрд тенге. Также работы ведутся на 26 км участка Ахтюбе-Атрав. Участки Астана-Архал-Тургайш-Алкар-Хандагаш, а также Ахтюбе-Макат и Атрав-Астрахань будут реконструированы за счет займов трех банков. Это Всемирный банк, Азиатский банк и Исламский банк развития реконструкции. Планируется начать в 2017 году. Проект завершается в 2022 году. Дорога Алматы-Ускемен. Работы ведутся на участке Копчегай-Талдхурган. Талдхурган, 141 км, введено уже 53. Проект в этом году также мы планируем завершить. Участок Талдхурган-Халбатау планируется начать в 2017 году. Это льготный кредит Иксимбанка Китая. Завершение проекта 2021 год. Астана-Петропавловск, граница Российской Федерации. Бюджет 2016 года 11 млрд тенге. Также в рамках плана финансирования полностью проект мы заканчиваем. Также есть участки, такие как Уральск-Каменка Западно-Казахстанской области. Проект мы планируем завершить в 2018 году. Финансирование, освоение идет полностью в соответствии с графиком. Проекты Джетбайджанаузень и Ушарал-Достерк будут реализованы за счет займов Иксимбанка Китая. Во втором полугодии текущего года планируется подписать соглашение о займах. Начало реализации проекта 2017 год. По проектам Хазларда-Жасказган-Хараранда и юго-западный обход города Астаны Мы сегодня введем переговоры с банками по привлечению финансирования. Карим Кажемканович, завершая автодорожный блок, Хотел бы коротко остановиться на одном проблемном вопросе. Мы ежегодно сдаем в эксплуатацию или реконструируем большое количество дорог, Примерно от 500 до 800 километров ежегодно. С начала реализации программы Нур-Лжон реконструировано 1256 километров. Кроме того, планируется в ближайшее время сдача проектов в Западную Европу, Западную Китай, Участки Центр-Восток, Центр-Юг. И сегодня предприятия, которые обеспечивают содержание, особенно зимнее содержание этих дорог, оснащены техникой на 34%. То есть мы строим многое, а потом не содержим в полном объеме, в соответствии со стандартами, эти дороги. Поэтому мы хотели попросить Карим Кажемканцев в рамках нашего бюджета, в рамках тех лимитов, которые доведены до нас, рассмотреть возможность перераспределения средств и на 5 миллиардов тенге приобрести соответствующую технику для компаний Казавтожол и Казахавтодор для нормативного содержания. Следующий слайд, можно? В 2015 году в рамках программы начата реконструкция пассажирского терминала аэропорта Астаны. Стоимость 60 миллиардов 200 миллионов тенге. Из них 39 миллиардов мы уже выделили из национального фонда. 11 миллиардов это собственные средства НК КТЖ. И 10 миллиардов уже сегодня Минэкономики докладывала. Это из спецрезерва правительства выделяется. 5 миллиардов из них отсвоено. 5 планируем, что в 2017 году. Проект полное завершение 17-й год. Март 17-го года. И следующий слайд. Во исполнение поручения президента Советом по управлению национальным фондом на 2016 год одобрено выделение средств в размере 10 миллиардов тенге на увеличение уставного капитала Байтерек с последующим увеличением уставного капитала Кофегик для реализации механизма гарантированной долевых кладов и жилищного строительства. Мы планируем, что до конца августа текущего года также будет обеспечено освоение этих средств. Спасибо большое.